Нобелевская неделя в Стокгольме завершилась награждением лауреатов по экономике. Премию получили американцы за грамотное распределение ресурсов. Важность ресурсов, особенно технологических, отметил и лауреат Нобелевской премии по экономике за 2006 год профессор Эдмунд Фелпс на встрече с главой Роскосмоса Владимиром Поповкиным. Я считаю, что космическая индустрия России располагает коммерческими возможностями. И я думаю, что они будут расти в будущем. До начала экспедиции по маршруту Земля и МКС остались считанные дни. В новом отеле «Звездный» на Байконуре прошла традиционная предполетная встреча главы Роскосмоса с основным и дублирующим экипажами пилотируемого корабля «Союз». Вся космодромная жизнь на колесах. Байконурские расстояния сплошь переезды. Каждый день экипаж выезжает на космодром. Проверка скафандров, примерка корабля, контрольная тренировка на «Союзе». Специальный автобус основного экипажа всегда движется первым. Второй для дублирующего состава чуть позади. И на борту каждого подкова. На счастье подкова на специальном космическом транспорте. Именно этот автобус с 1986 года перевозит экипажи по космодрому. В день старта в назначенное время космонавты сядут в него и отправятся на пусковую площадку. Внутри автобуса уже чистая зона, стерильно. Причем обсервационный режим сохраняется до самого момента пуска. Здесь все как в космическом корабле. Кресло для командира корабля. Бортинженера-1, бортинженера-2. И уже здесь, будучи в скафандрах, космонавты подсоединяются к терморегуляции и вентиляции. Еще на земле они готовятся к невесомости. Крутятся на специальном кресле. Лежат, меняя угол наклона тела. И даже вниз головой. Спят космонавты тоже в необычной позе. Вся хитрость при поднятой кровати. У нас доктор наш, добрый. Он под кровать, под ноги подкладывает специальные брусочки. И в принципе мы сейчас спим под наклоном небольшим. Примерка корабля словно приемка новой квартиры. В ней все должно быть удобно. Для каждого члена экипажа. Глобально, конечно, там ничего не поменяешь. А какие-то мелкие такие, допустим, как правило, все члены экипажа, там вот место для карандаша, для какого-то таймера. Это единственные были пожелания. То есть, допустим, мы сами практически все это расклеили. Нет, значит, что срабатывать двигатель не будет, даже если есть запросы. Александр Кондрашенков, инструктор экипажа, учит думать на два шага вперед. Как правильно разместиться в корабле. Как на выведении найти нужный предмет и законсервировать корабль на орбите. Не все можно прописать в борт-документации. То есть, например, идет какое-то указание снять контейнер. Может быть, не всегда прописано, что в течение полета, когда ты его снял, он тебе будет сильно мешать. То есть, нужно сразу подумать о том, куда его грамотно расположить. Инструктор ведет экипаж два года. Он четвертый в их корабле. Незримо будет рядом и во время всего полугодового полета. Они по голосу знают, но они прекрасно понимают, что 16-й, 3-й – это их инструктор. Бортинженер Евгений Тарелкин готовится к полету 9 лет. Вроде бы новичок. Однако о космонавтике знает все. Как парашютист-инструктор сам когда-то тренировал своих друзей-космонавтов. Экипаж готов полностью. Могу сказать только это. И мы, как боевые кони, уже с нетерпением ждем того дня, как наконец-то сможем подняться на нашем корабле. Командир экипажа Олег Новицкий тренируется сближаться с МКС. Ручное причаливание, стыковка корабля и станции на рекордной высоте – 450 километров. Через несколько суток все это будет в реальности. Реальность в районе трех метров. Ожидаем касания. Скорость 0,1 на взвешении. Есть касание. Они готовы ко всему. Не пугает даже эта космическая высота. Командир экипажа Олег Новицкий хоть и отправляется в космос впервые, но летчик опытный. Под его командованием много воздушных машин выполняло задачу. Теперь на горизонте новые высоты и такой долгожданный космос. 75 лет назад в подмосковных Химках был построен авиационный завод. Во время войны здесь выпускали боевые истребители конструктора Лавочкина. Позднее от самолетов перешли к ракетам и космическим аппаратам. Три четверти века в лавочке, как порой ласково называют предприятия в Химках, создают аппараты для исследований планет, астрофизические обсерватории, системы дистанционного зондирования Земли и даже космические буксиры. Но началось все со стульев и комодов. Делали мебель и все. И когда понадобилось что-то там укреплять самолеты, решили, что будут здесь делать самолеты. Может быть потому, что во время войны, начало войны особенно, самолеты делали из фанеры. Во время войны легендарные истребители ЛАК конструкции Семена Алексеевича Лавочкина стали грозой для немецких люфтваффе. Уже в мирное время от авиации перешли к космической технике. В 65-м генеральный конструктор Сергей Королев передают заводу тему исследований Луны и планет Солнечной системы. Вот я выбрал 12 человек, и мы вместе с ними практически заложили все, что нужно было для взятия грунта на Луне. Тогда, в 70-м, советский аппарат успешно опустился на Луну и вернулся с образцами грунта. Вскоре на вечный спутник Земли отправился и автоматический планетоход. Потому что он может проводить как контактные, так и бесконтактные средства. Он может с разных районов получать разные образцы. Больше года на геоцентрической орбите трудится аппарат «Спектр-Р» с телескопом «Радиоастрон» на борту. В НПУ Лавочкина его строили без малого 30 лет. В будущем ожидается запуск трех проектов «Спектр», включая наш проект, который дальнейшее развитие программы «Спектр-Радиоастрон» будет «Спектр-М». Сегодня в НПУ Лавочкина создают новые научные аппараты серии «Спектр». Установленный на «Спектре-УЭФ» аппаратуре предстоит исследовать Вселенную в ультрафиолете. Задача же его собрата спутника «Спектр-РГ» — создать полную карту неба в рентгеновском и гамма-диапазоне. Проект, который сейчас мы готовим вместе с Роскосмосом, это проект называется «Спектр-Рентген-Гамма». На этом спутнике будут стоять уникальные приборы, которые смогут, например, увидеть все скопления галактики и Вселенной. С помощью спектров ученые надеются заглянуть в самые дальние уголки Вселенной, чтобы лучше понять, для чего в галактике Млечный Путь существует обитаемая планета под названием Земля. Австриец Феликс Баумгартнер прыгнул с парашютом с высоты в 39 километров и заслужил мировую славу. Однако мало кто знает, что одним из первых парашютистов-экстремалов был советский офицер Евгений Андреев. 50 лет назад, испытывая новую парашютную систему для космонавтов, он шагнул из капсулы аэростата на высоте 25 километров. Всего же испытатель совершил 8 прыжков из стратосферы и был удостоен звания Героя Советского Союза. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова